18 марта во Владимире будут выбирать не только президента, но и лучшее образовательное учреждение. Управление образования поддерживает школьное голосование, но у него есть и противники. Один из них детский омбудсмен. Он против данного мероприятия именно 18 марта. Свою позицию Геннадий Прохорычев объясняет тем, что вовлекать детей и их родителей в голосование за лучшую школу города именно в день выборов президента неуместно. Более того, это мероприятие Прохорычев оценивает как нарушение законодательства, поскольку несовершеннолетние вовлекаются в политическую деятельность. По мнению омбудсмена, такое мероприятие можно и важно проводить. Вот только сроки школьного голосования следует перенести как минимум на неделю. Придуманное это мероприятие, оно конечно классное, красивое, но его надо сделать еще более, ну знаете, вкусней, но точно не в выборы. Потому что нельзя смешивать такое серьезное, очень серьезное мероприятие, которое проходит один раз в шесть лет, когда мы выбираем президента Российской Федерации с какими-то другими мероприятиями. Между тем сторонники референдума за самую активную школу уверены, что их голосование никак не помешает выборам президента страны. Для детского голосования избирательные участки обустроены в отдельных помещениях. Там же будут находиться организаторы. Школьное голосование в городе проходит впервые. Чиновники от образования называют его пилотным проектом патриотической направленности. Это некий момент патриотического гражданского воспитания. С 1 по 11 класс у нас проходили на протяжении января и февраля уроки, разработанные нашим городским информационно-методическим центром под разные возрастные категории. Где рассказывали детям о том, как вообще устроена в нашей стране власть, о том, как выбираются, какие органы власти выбираются, что такое избирательный участок, что такое избирательная урна. И нам очень хотелось бы, чтобы дети в этот день точно так же почувствовали себя частью страны и также поучаствовали в выборах. Но только в выборах своей школы. Продолжение следует...